Доброе утро, коллеги! С вами Исааков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. 24 апреля, уже известные последние данные по выборам во Франции, на текущий момент лидирует Макрон, кандидат у которого проевропейская программа. Собственно, уже сегодня с утра мы видим рост евро, потому что так как данный кандидат вошел, фактически проходит во второй тур, то, соответственно, это является позитивом для евро. Соответственно, на текущий момент сегодня с утра с открытия мы видели евро уже на уровнях 1.09, что говорит о продолжении восходящей тенденции по паре евро-доллар, преодолели отметку в области 1.0868, которую отмечали ранее. В ближайшие несколько дней, безусловно, мы можем увидеть коррекцию с последующим продолжением роста евро. Пара британский фунт, американский доллар, на текущий момент находится все в том же боковом диапазоне, который мы отмечали в конце прошлой недели. Нижняя граница это 1.2764, верхняя граница это 1.2858. На текущий момент, если говорить о покупках, то паре нужно уйти выше отметки 1.2902, обновить локальный максимум, и тогда после этого можно искать новые точки для присоединения на покупку. Но, соответственно, уход ниже отметки 1.2768 даст предпосылки на краткосрочное нисходящее движение по данной паре. Пара австралийский доллар, американский доллар сегодня с утра обновила максимум пятницы, что в свою очередь нам говорит о краткосрочном восходящем движении по данной паре. Если говорить о продолжении нисходящего тренда, то здесь паре нужно уйти ниже как минимум отметки 75.15. На текущий момент тенденция на укрепление австралийца сегодня преобладает. Пара американский доллар, канадский доллар также находится в восходящем тренде. Ближайший коррекционный уровень на текущий момент это 1.3457. В пятницу обновили локальный максимум, поэтому на текущий момент тенденция на укрепление доллара в данной валютной паре остается в приоритете. Если пара уходит ниже отметки 1.3456, то также мы можем увидеть коррекцию на снижение американского доллара. Пара американский доллар, японская иена, начиная с тех движений, которые мы видели в четверг, уход выше отметки 109.40, уже давал некоторые предпосылки на начало коррекционного восходящего движения по данной паре. Собственно, сегодня рынок также открылся на повышение. Поэтому пока по паре доллар-иена мы видим также тренд восходящий краткосрочный. Ближайший разворотный уровень, который на текущий момент мы можем отметить, находится на минимуме пятницы в области 108.84. Пара евро-фунт после референдума и резкого укрепления евро вернулась обратно к отметке 89.94. На текущий момент остановились именно там. И в ближайшей перспективе мы можем увидеть коррекцию с последующим продолжением роста евро. Индекс DAX также сегодня открылся с повышением. Та тенденция, которую начало мы отмечали также на прошлой неделе. Первые предпосылки мы видели уже в четверг, 20 апреля. И, собственно, на текущий момент тенденция на укрепление индекса DAX также продолжается. Обновили отметку в области 12.222 и на текущий момент рост индекса DAX стремится в область 12.386 на локальных максимумах. По золоту мы также видим продолжение коррекционного нисходящего движения. Также открылись сегодня в области 1268 долларов за тройскую унцию ниже торгов прошлой недели. Поэтому тенденция нисходящая по золоту также на текущий момент сохраняется. Если говорить о покупках, то на текущий момент уровень, который золоту необходимо преодолеть, это область 1287 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent продолжает также свое нисходящее движение. На текущий момент коррекционный уровень мы можем перенести за максимумом пятницы в область 53.33. Именно там находится уровень, после преодоления которого по нефти можем увидеть коррекцию на укрепление данного актива. Но на текущий момент тенденция на ослабление нефти все также остается в приоритете. По индексу доллара в пятницу мы видели попытки уйти выше отметки 99.77, максимум, которые были в четверг, максимум, которые были в среду. Но сегодня также с утра с открытия ушли ниже минимума в прошлой неделе и на текущий момент открытие было в области 98.85, что говорит о продолжении падения индекса доллара на текущий момент. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. Напомню, что сегодня в 19.30 состоится вебинар, на котором мы каждый из инструментов разберем более подробно с перспективами на неделю. Всех вас на него приглашаю, зарегистрироваться вы можете по ссылке, которая находится под этим видео. И увидимся уже завтра в наших следующих обзорах. Всем желаю хорошей торговой недели и увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok